Приветствую, друзья! Привет всем! Удивительный разговор был с моим другом Евгением. Он театровед и занимается со студентами, и мы с ним несколько раз делали ролики. И потом я в следующий раз, когда мы с ним будем обсуждать вместе, на виду всех вас, вы сразу узнаете нашего Евгения, прекрасного человека, который определяет, что самое главное, чем бы ты ни занимался, это сопоставлять себя с чувством гармонии. Потому что гармония, вот у Платона, как он написал, эдос – это красота. Но у меня, например, гармония – это когда пытаюсь решить сложную задачу через призму общечеловеческих ценностей. Но пытаюсь решить наиболее простым путем. Но получается это как бы в соответствии с законами природы. Потому что законы природы – это высшая власть. И человек поэтому, вот, например, художников говорят. Художник всегда в конфликте со временем. Потому что он подчиняется высшей власти. Это с законом природы. И вот интересно. Мне показалось очень важным задать вопрос в гугле художники, которые, например, ослепли. Ну, такой сложный вопрос. Но для меня это очень важный. Потому что человек потерял зрение. И вот как он потом рисовал. Что с ним стало. И оказывается, все дело в том, что сам вопрос. Чем больше мы задаем проникновение вопросов, тем больше для нас открывается, в данном случае, интернет. Потому что я вдруг узнаю такое, чего я раньше вообще не знал. Например. Вот давайте посмотрим. Я тут записывал, когда мы с Евгением разговаривали. Я прямо скажу. Ну, это очень интересно. Так. Так, так. Вот, например. Либо рисовать, либо пьянствовать. Только Респирми после травмы почти полностью потерял зрение. Да. И стал рисовать, ну, кажется, на наждачной бумаге. Да. Или, например, вот вышли такие ответы. Там в Гугле. Например. Ну, слушайте, это просто удивительно. Вы задайте вопрос в Гугле. Вы знаете, как я задал вопрос? Искурство не имеет границ, потому что оно их разрывает. Так, как подчиняется высшей власти законам природы. Поэтому, видимо, сказано, Бог един. Да. И вот задал вопрос. Это интересно. Вот самое главное задать вопрос. Это же и работа по технике с подсознанием. У нас там такая база данных бесконечная в подсознательных процессах. Все, что мы видели, все, что мы слышали, все, что мы видели во сне. Все, о чем мы с кем-то разговаривали, все, что мы читали, с самого детства, что мы слышали, о чем мы думали. Все, у нас подсознание есть. Чего нет у роботов? У них такой бесконечной базы нету данных. И вот, значит, сейчас, сейчас я ищу, ищу, какой же я вопрос задал. Так. О, боже ты мой, не могу даже вопрос найти. Но не важно. Не важно, какой вопрос я задал. Вы сами можете. Самое главное – сформулировать вопрос. И тут тебе такое открывается, удивительное. Вот, оказывается, выдающиеся художники, вот, например, я написал тогда Евгению, а кто, вот, например, Бах или Бетховен, кто из них потерял слух и стал лучше писать музыку? Ну, он написал Бетховен, да, Бетховен. Вот видите, как интересно, то есть травматизм какой-то поспособствовал, потому что человек в поисках гармонии, человек, несмотря на то, что потерял слух, писал и писал очень хорошо. То же самое и художники. Вот интересно. Не могу найти сейчас. Ну, вот Леонардо, например. Леонардо я написал Евгению, как писал Леонардо. Были ли у него травмы какие-то? Ну, потому что я, например, травмированный. И мне кажется, что у меня, поскольку была, как я полагаю, родовая травма тоже, я по утрам, если не высплюсь, очень плохо себя чувствовал. И на первых уроках в школе с ума сходил. Но я уже как-то рассказывал, что я маме не мог про это сказать, пожаловаться, потому что мне казалось, что все дети так. А на самом деле не все дети так. Кто-то себя прекрасно с утра чувствовал. И вот очень интересно. Вот я говорю, говорил, а вот к делу никак не приблизился. Вот сейчас я и скажу. Такой вопрос я сформулировал. Ну, Евгений мне сказал, самая главная ориентация на гармонию, она универсальна. Я с этим абсолютно согласен. Вот теперь, значит, повторюсь еще раз мое определение, что гармония – это когда мы пытаемся решить сложную задачу через призму вечных человеческих ценностей. Потому что они как раз-таки совпадают с законами природы. Этика внутри нас. Звезды над нами и космос внутри нас. Совесть. Так, дальше. Вот не могу найти. Ну, что делать, друзья? Напишите, пожалуйста, вопрос. Кто из художников потерял зрение и стал еще лучше рисовать? Например, такой вопрос. И оказывается, самое главное, для чего я этот ролик делаю? Только почемочки становятся великими. Потому что породить вопрос – это как раз-таки уже человек свободный, который уже не раб шаблонов, стереотипов и подражания авторитетам. Это человек, который хочет выбраться из страха, потому что инстинкт самосохранения как раз-таки здесь на другом уровне, на другом уровне, уже выдает созидательный механизм. Это очень интересно. Вот я сейчас говорил путанно, скомканно. Ну, Евгений тоже посмотрит. Я ему сказал, через час я пришлю. Посмотрит. Сделает, конечно, мне замечание. Я буду этому рад. Потому что мы через некоторое время вместе с ним сделаем ролик. Потому что он прекрасно преподает своим студентам и прекрасно разбирается в искусстве. И поэтому его мнение для меня очень важно. И я думаю, в нашей школе человек, будущего хомофотумс, будет очень интересно. Да, на самом деле все дело в том, чтобы задаться вопросом. Давайте, друзья, больше задавать вопросов. Просто берите компьютер и пишите вопрос. Правильно его для себя как бы сформулируйте. И получили ответы в компьютере на какой-то вопрос, сформулируйте его по-другому. И вдруг распахнется. Это удивительно. Человек по природе творец. И когда ему не давали быть творцом, он или водку пил, поле с дерева падал, или там что-то другое происходило. Много чего происходило. Но человек по природе творец. И поэтому красота спасет мир, как говорил Достоевский. А я говорю, доброта спасет мир. Потому что красота очень сложная. На вкус и цвет товарищей нет. А доброта тоже настоящая вещь такая. Любой ребенок чувствует, когда к нему по-доброму. Да. И взрослые чувствуют. Поэтому я и психотерапевт. Ну, хорошо, друзья. У нас будет вебинар. Как раз таки через несколько дней. Я сюда сделаю, приколю коммент, такую поставлю, привяжу. Что вы посмотрели, какой будет вебинар интересный. Там будут новые приемы. И там будет как использовать страх, стресс для того, чтобы создавать новое, создавать свою судьбу, создавать свое здоровье и писать великолепные картины, великолепную музыку, независимо от того, какие были травмы в душе или на теме. До встречи.